Проблема старения или даже, может быть, скорее, проблема нестарения беспокоит человечество довольно давно, но это известно из исторических источников. Возвращение молодости, сохранение молодости. Но в последнее время из проблемы философской или сакральной это переходит в плоскость совершенно реальных социальных проблем, и проблем здравоохранения. Это связано, в первую очередь, с увеличением продолжительности жизни. Европейская популяция перешагнула рубеж в 40 лет средней продолжительности жизни в начале 20 века. Это было не так давно. И приблизилось к 70 в конце 20 века. Ну, в России это случилось чуть позже. Все это сделало предельно актуальным вопросы сохранения здорового периода жизни, проблемы успешного старения, проблемы долголетия полноценного, качественного. Но из области научного эксперимента, из области даже клинических исследований в область настоящих медицинских технологий, которые могут использоваться в широкой клинической практике, проблема профилактики старения, предупреждения старения или управления старением перешла только в последние годы. И, конечно, в первую очередь с этой проблемой сталкиваются, или могут решить эту проблему врачи-терапевты, потому что они первые сталкиваются с пациентами. Терапевты имеют возможность подхватить пациента еще до развития хронического заболевания, отодвинуть время его развития, увеличить количество лет прожитых без инвалидности, количество лет прожитых в здоровье, в благополучии, в высоком качестве. И вот все это мы хотели обсудить на нашей конференции и, может быть, дать новые пути развития направлению профилактики старения и попытаться приблизить его к реальной клинической практике.